Итак, начинается первый раунд. Камилов в красном углу, Шамхарадзе в синем. Сразу можно заметить, что Мухаммад Камилов работает из правосторонней стойки, стойки левши. Попытка зайти с ударом с правой руки исполнение Даниила. Сразу же жесткое попадание от Даниила. Камилов прошел в ноги, переводит соперника на спину. Харадзе искал, точнее, удушающий на шею, но не получилось. Камилов хорошо обошел гард. Отходит с позиции бокового контроля. Выходит маунт. Четыре минуты у него остается в этом раунде, чтобы доработать хорошую позицию. Шамхарадзе отдает спину. И сейчас, возможно, скинет он Камилов из себя. Да, судя по всему, окажется Даниил сверху. На руку болевой! Слышим подсказки из угла Камилова, что надо переходить на болевой на руку. И, на самом деле, хорошая ситуация есть у него, чтобы выйти. Да, 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 плотный захват, плотный захват на руку. Судя по всему, выскальзывает, выскальзывает рука. Хорошее попадание справа Шамхарадзе. И вновь прихватывает шею Камилова. Прыгает он на спину, пытался заправить ноги, но Камилов грамотно обошел их вновь. Посмотрим, попробует ли он вновь выйти в позицию маунта. Хороший локоть от Камилова. И, по-моему, пытается выйти он на удушающий через руку. Хорошо вышел из этой ситуации. Бойцы встали, возвращаются в стойку. Половина раунда. Хорошее попадание слева. Высокий темп взяли бойцы. Посмотрим, получится ли у них держать его. Жесткое обоюдное попадание. Продолжает Шамхарадзе поддавливать. Видим мы, что ударная мощь в этом поединке на его стороне. Крути, крути, крути за спину, крути. Сваливает сам теперь партер Даниил своего соперника. Посмотрим. Мухаммад в этом бою уже один раз опасно атаковал со спины. Может ли он повторить это? Где-то пейте искать. Зайди, зайди. Понял? Все хорошо, так и работает. Не спешай. Не спешай. Подкручивает таз Камилов. Но, по-моему, да, Даниил из этого болевого тоже успешно уходит. Улучшает позицию. Камилов, по-моему, выйдет сейчас, да? Есть захват у Камилова. Не получается у него пока что перевести своего соперника. Хороший баланс показывает Шамхарадзе. Хорошие попадания правым локтем в височную часть Шамхарадзе. Камилову все удалось перевести своего оппонента. Минута остается до конца первого раунда. Не получается пока улучшить как-то свою позицию Камилова. Шамхарадзе контролирует обе руки в данный момент. Поддавливает Камилов сверху теперь Шамхарадзе. Он уже выходит на рычаг локтя. Есть у него 30 секунд, чтобы завершить этот прием. И, по-моему, потихоньку-потихоньку разгибается рука Камилова. 15 секунд. Даже 10. Наша инфографика немного ошиблась. Удается Камилову избежать болевого приема. И концовка первого раунда. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Камилова Камилова Видимо, что очень уверенно он себя чувствует в стойке. Еще одно жесткое нападание от Шамхарадзе. Да, и пока Камилов не работает первым номером абсолютно. Возможно, ищет момент для входа в борьбу. Там у него были некоторые успехи. Да, и слышим подсказку из угла Даниила о том, чтобы он был готов к защите от борьбы. Еще хорошее попадание. Да, и как мы говорили, уходит в борьбу Камилов. Закрывает треугольник на ногах своего соперника. Это лишает мобильности, конечно. Спортсмен из синего угла. Но пока никак не улучшает позицию свою. Стоит на ноги. Опасно работает снизу. Хорошо попал даже Шамхарадзе ударом ноги снизу. Пытается встать сейчас Шамхарадзе. Камилов, по-моему, ищет удушающий прием, но как-то не успев еще закрыть замок. Начал на него идти. Да, вот теперь закрытый замок на Дарс Чок, так называемый. Надо ему уйти на левый бок и заблокировать одну из ног своего соперника. Чтобы удушающий в полную силу пошел. Отпустил теперь Камилов замок и... Что, гильотину без руки забирает? Да, левая рука зашла под шею. Под подбородок, точнее, на шею. Да, тяжелое положение сейчас у Даниила, но... Выбрался он из него. Теперь он прижимает своего соперника к сетке. Хорошая колена в корпус. Теперь на коротке попадает Камилов локтем. Такая заруба в стойке начинается. И хороший перевод от Камилова. Похоже, намного лучше функционально готов Камилов. Потому что сейчас темп остается высоким. И, видимо, что он готов его поддерживать. А вот Храдзе немножко начинает уставать. Нам оплату пытается выйти. Даниил. Но опять неудачная попытка. Камилов сбоку уже. Маунт. Потихонечку, потихонечку, да, улучшился он. В позициях минуты остается у него. Для того, чтобы как-то уверенно забрать концовку второго раунда. Закрывает он треугольник на корпусе. И, по-моему, немножко свалился он с позиции спины. Сбоку пытается он осуществить удушающий прием. Лорapp момент. Лорapp момент. Лорapp happened in the middle. Мила, взрывается он с серии ударов, и шею прихватил. Да, бить, конечно, надо. Заканчивается второй раунд. Продолжение следует... 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 И опять, по-моему, пытается забрать он душающий прием. Как в предыдущем раунде у него хороший дарс-челк был закрыт. Но оставил он эту попытку. Немного улучшает свою позицию Шепрадзе. Слышим подсказки из угла Камилова о том, что надо доставать ему правую ногу из захвата. Активно работает снизу Шепрадзе. Позиция, конечно, выигрышная для Камилова. Если все так и продлится, то третий раунд точно останется за ним. Хорошее попадание в его исполнение Шепрадзе. Ох ты, интересно, вышел, поднялся в стойку. Пытается сразу начать бить активно. Чтобы зарабатывать какие-то баллы на судейских записках. Сейчас уже Шепрадзе в хорошей позиции. Оказался он сверху в маунте. Пошли добивания. Камилов не очень активно защищает себя. Заправлены ноги. Нужно, конечно, растянуть ему своего оппонента. Оттуда и задушить будет проще. И добить намного удобнее. Много-много ударов пропускает Камилов. И они безответны. Пассивная защита. Рефер Николай Шарипов останавливает поединок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok